Соответственно, участник онлайн-курса Weekend, значит, легендарный кот Енот у нас, как обычно. Ну, давайте посмотрим вопросом. Соответственно, вот вопрос. Достойный ученик, какие требования к нему? Соответственно, пункт начнул с пункта 2, какие ошибки вы сделали. Ну, в принципе, даже можно найти на Ютубе, когда мы начали уже лет 10 назад, соответственно, трансляции. Я думал, что будут воскресные лекции, воскресные лекции. Далее люди будут брать проекты, и на проектах мы их будем доводить, уже на их личных проектах, которые им личные интересы. Это может быть педагогика, это может быть бизнес, это может быть книгоиздание, ну и так далее, и так далее, до какого-то уровня. Но, к сожалению, мне пришлось на себя взвалить, то есть эта схема не работала. То есть, как бы на курсе было безумное количество откровенных таких бездельников, бездельников из разных городов, которые ничего не понимали, задавали месяцами одни и те же вопросы, и, соответственно, ну, какие-то доклады они не брали. Поэтому пришлось вводить дополнительную опцию, пришлось. Домашнее задание. Домашнее задание для меня плохо. Домашнее задание А. Меня не развивают. На него тратится безумное количество времени. Есть целая группа, которая для вас вычитывает домашнее задание. Домашнее задание надо проверять. Но если человек, как бы, не делает домашнее задание, то, соответственно, человек нахватывается несколькими терминами. Даже может мне писать письма, что человек что-то понял. Вот что-то понял, давайте вы сделаете доклад, это минимальный такой квант у нас. Дальше мы поймём, ну, ещё все поймут, причём вы сами поймёте, какого вы реального уровня, который вам кажется. То есть таких тризовцев, которым кажется, что они понимают в триз, как бы их уже наделали тысячами. Как бы мне на любого тризовца, можете испытать, пожалуйста, нужно минутки три, и очень быстро я его загоню в ноль, как бы, ну, либо тризовца, либо тризовку, называйте, как хотите, да. Соответственно, о тренингах для родителей. Соответственно, скажем, нет, кто-то из наших педагогов, кто у нас занимался, кто-то и занимается, такие вещи делают, такие вещи делают. Но здесь возникает такая вот развилка. То есть даже в таком городе, как Петербург, найти родителей, которые будут длительно заниматься с педагогом, там, системно, длительно, мягко говоря, непростая задача. Хотя это, повторяю, возможная форма, и Людмила Ивановна Познякова, в частности, только что закончила первый год обучения родителей, то есть, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Большое поздравляем ее. Второй момент, как бы, большинство родителей, действительно, рано или поздно, ну, по-клисски 100% родителей, нужна какая-то помощь, и не психолога, не психолога. Хотя есть интересные работающие детские психологи, но их понимание чрезвычайно ограничено. Но в этом случае люди должны знать, что это, естественно, будет платная услуга. И, естественно, у человека, которого консультанта, должен быть, мягко говоря, то, что называется бренд, доверие, бренд с доверием, авторитет и прочее, 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 когда происходит консультация по конкретной проблеме. Вот, соответственно, скажем, теперь давайте перейдем все-таки к первому вопросу, который задан, там отдельный слайд, давайте посмотрим. Соответственно, скажем, вот первый уровень, не нулевой, не кривляющийся, не ученический, стабильное выполнение домашних заданий и работа по правилам. Если человек считает возможным попытаться, я даже не сказал, попытаться нарезать мне свои правила, то, соответственно, человек идет вон. Соответственно, когда мы только начинали онлайн-лекцию, онлайн-ситацию, сейчас такого уже, такой дичи нет, соответственно, был один мужчина, фамилия его не важна, который писал письма. Я как бы должен быстро ехать на машине в воскресенье с дачи, чтобы успеть к началу. А давайте мы перенесем, как бы, ваши онлайн-лекции на 9 или 10 часов вечера. Соответственно, я делаю эти лекции не один, соответственно, еще несколько десятков человек из одного человека должны менять свой воскресный график. Соответственно, легче выгнать мужчину, легче выгнать или женщину выгнать, как бы, да. Поэтому, соответственно, люди, которые не в состоянии делать крупные проекты, амбициозные проекты, у них вечно отсчет от «я», 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 «я». Вот, соответственно, как бы, вот они у нас не уживаются. Поэтому, повторяю, без стабильного выполнения домашних заданий, которые дополнительная нагрузка на меня и на коллег, какого-то качественного обучения происходит. Второй момент – желательно два, три, четыре доклада. Соответственно, я зарекся, сегодня об этом еще будет, я зарекся рекомендовать людям сделать у нас один доклад. Как правило, первый доклад – я помогаю, коллеги пока помогают. В 100% случаев человек не понимает, как его тащили. То есть, это и мужчины, и женщины в этом отношении одинаково воспитаны. Они не понимают, как их тащили и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому для стабильности нужно два, три, четыре доклада. Соответственно, как бы, следующий этаж, следующий этаж – это вот уже некоторые авторские продукции. Что это будет? Это будут электронные книги, такое есть, бумажные книги, видеоканалы, тренинги, все вместе. Какая-то начало консалтинговой практики. Это уже как бы решается в зависимости от продукта. В том числе, вот начиная с 26 февраля, почти еженедельно, будут консультации докладчиков на май, почти еженедельно. Ну и, соответственно, следующий уровень, которым я толкаю, и прямо скажу, что, как бы, вот, не очень все соглашаются. На мой взгляд, вполне достаточно для массы коллег, кто сделал у нас там парочку-троечку докладов, соответственно, вполне можно делать свою конференцию имени себя и, как бы, и свои продукты и так далее. При этом на первой конференции, первой конференции, может быть, там 20-30 человек. Скорее всего, она будет в онлайн-формате, и гораздо важнее, как бы, ну, важнее качество докладов, качество докладов. И важно, сколько посмотрят в Ютубе. То есть, если посмотрят, как бы, 500 человек в Ютубе, это мало. Очень хорошо бы любые видео вытаскивать на хотя бы несколько тысяч, несколько тысяч просмотров. Это делается просто, наоборот, через деньги. Соответственно, это делается через деньги. Соответственно, скажем, еще возвращаясь к домашним заданиям, есть некоторый миф, который периодически, в этом году в том числе, вы мне озвучивали. Возможно, миф происходит от Рахметова. Что делать? Что делать? Как бы, более того, я специально перепроверил свою память. Чернышевский нигде не говорит, как Рахметов, как бы, как Рахметов его зовут. Просто фамилия Рахметов, из дворян и так далее. И, соответственно, он сторонится женщин. Женщины отвлекают от революционной борьбы. Ну, женщины, по-моему, от всего отвлекают, кстати, не только от революционной борьбы, вообще от всего. Вот. И второе, как бы, спит на гвоздях. То есть, соответственно, он себя готовит к будущим схваткам и так далее, и так далее. Вот. Потом будет ого-го. Это какой-то миф интеллигенции, что сначала я там осмотрюся, осмотрюся, посмотрю. Потом я натренирую волю, а потом вот будет. Значит, это ложь. Такая нормальная русскоязычная интеллигентская ложь. Когда вы начинаете делать, если вы начинаете делать честными и чистыми руками ваш доклад, как бы они пытаться сесть мне на шею, как бы, и выдавить из меня, как бы, свой доклад, вот, что кончается увольнением с курса, то, соответственно, потихонечку, потихонечку, вы начинаете оптимизировать, потихонечку у вас сформируются навыки, потихонечку. Но если, повторяю, вы делаете честно, чисто и постоянно консультируетесь. Поэтому есть некоторые поклятые вещи, которым, соответственно, частично я продолжаю ответ на Ксении Александровне, чрезвычайно тяжело справиться. Консультация позавчерашняя. Консультация позавчерашняя. То есть я сам не занимаюсь то, что называется тренинги пикапа, но иногда ко мне обращаются люди, которые вот, как бы, значит, как бы, такие тренинги проводят. Вот есть проблема, проблема на тренингах пикапа. Причем тренинг пикапа может быть стоить 60 тысяч за человека рублей, либо ноли, ну, для начинающих. Так вот, есть такая проблема, то есть самый статистически частый вопрос, как бы, от мужчин на тренинге пикапа, то есть как знакомиться с женщинами и так далее, о чем говорит с девушкой. И жесточайшая корреляция, человек неначитанный, неразвитый, некультурный, с неподвешенным языком, для них это полусмертельная проблема. У нас в этом отношении немножко легче, нужно разбираться не в девушках, а в более простых предметах, но, тем не менее, есть какие-то темы, которые действительно люди с низкой культурой не тянут. И третья проблема для Ксении Александровны, мы уже говорили об этой проблеме, но еще, еще раз, поскольку был вопрос, то есть некоторые сложные темы, сложные, то есть нельзя пытаться делать доклад, либо, тем более, писать книгу о смысле жизни, если человек до этого провалил 100% проектов. Нельзя, просто нельзя, да? То есть некоторые такие темы, они требуют некоторых успехов, достижений, почему очень желательно, чтобы их было много, много, это десятки, но тогда появляются. Соответственно, вот эти вот вещи тоже касаются ограничения, проблемы, я о них честно предупредил. Соответственно, мы идем дальше, следующий пункт консультации. Соответственно, мы никак не монетизируем наше видео, потому что для этого нужно вставлять чужую рекламу, но приношу извинения, хотя, конечно, это нелепо, недавно YouTube сам, то есть это не наша воля, стал вставлять какую-то рекламу в наши видео. Иногда вставляет, а иногда не вставляет. Поэтому, как бы, ну, извините, да? Соответственно, у кого есть возможность и понимание важности того, что делается на курсе, пожалуйста, вы можете софинансировать. Там два счета. Тот счет, который Яндекс Мани или Юмани, как он называется, он напрямую идет на видео, как бы, да, там, 100%, как бы, и так далее. Ну, идемте дальше. Соответственно, у нас получается так, что наша родина русскоязычная, она не любит ни мужчин, ни женщин. И, по-моему, учитывая, что я сейчас, как бы, работаю с очередным клиентом в Госдуму, по-моему, сама себя не любит. Соответственно, у нас небольшое место, созданное мною и моими коллегами, которым каждый раз большое спасибо, где очень спокойно, уважительно, комфортно мы обсуждаем сложные проблемы. Периодически появляется какая-то особь с непонятным количеством конечностей, как правило, мужского пола, который заходит на наиболее интеллектуальный русскоязычный канал и что-то орет, вопит. Ну, соответственно, такая личность всегда имеет дело со мной, и результат всегда один и тот же. Бан навсегда. Поэтому еще и еще раз. На этом канале создана уникальная атмосфера, которой нет, как бы, на сайтах различных НИИ Академии наук, которой нету на сайтах МГРУ, которой нет на сайте СПБГРУ. У нас на сайте эта атмосфера, уважительное отношение, если не любовь, то уважительное отношение, безопасное отношение, внимание к вашим вопросам создано. Поэтому, соответственно, еще и еще раз, прежде чем писать, пожалуйста, изучите наши правила и максимально уважительное отношение. Если вам не повезло с воспитанием, вам не повезло с родителями, бывает. Ну, соответственно, учитесь лучшему. Это развивает.